850 административных нарушений за полгода, почти 3% на совести иностранцев. К ответственности привлекли директора предприятия общепита, иностранца и 8 работников строителей. Проблем с нелегалами много. Первое. Это, конечно, отсутствие на территории обслуживания спецприемников для иностранных правил. В Краснодарском крае их всего 4. Это Тимрюк, Сочи, Армавир и Краснодар. По одному адресу регистрируют по несколько десятков иностранцев. Иностранцев патенты на работу гастарбайтеры получают свободно, и проследить, кто чем занимается, сложно. Решение задачи от мэра Анапы по исходным данным контролировать, но без фанатизма. Прятать людей за колючую проволоку и обносить забором незачем. Просто надо указать, кто гость, а кто хозяин. За полгода специалисты правоохранительных служб выдворили 98 иностранцев. В целом отчитались руководители из ситуации под контролем. Второй вопрос на рассмотрение – безопасность на пляжах Анапы и на водных объектах. Отличилась администрация предприятия «Черноморские скоростные линии» прозвучали на совете несколько раз. Причал на ДжМТ обещают восстановить, пока только обещают. И не обеспечивают должной безопасности для отдыхающих и анапчан. На курорте система безопасности организована на четырех уровнях – на объектном, муниципальном, региональном и федеральном. На пляжах работают 560 спасателей Кубань-Спас муниципальной службы спасения ГИМС. 114 пляжей оборудованы и сданы в эксплуатацию по самым высоким требованиям, как места отдыха для детей. Работают системы оповещения и предупреждения, но, по словам специалистов, беспечность отдыхающих нет предела. В штормы при сильном ветре идут в море. Раз уж приехали в Анапу, отдыхают по полной. На предупреждения не обращают внимания. Счастливчики отделываются травмами. Кто-то домой после отпуска так и не возвращается. В этом году утонуло 5 человек. Все приезжие. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.